Девушки отдыхают 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 туда, я молчала. Ну и наступил такой день 16 октября, как я сейчас хорошо помню, когда это было окончательно, нужно было принять решение и либо идти туда, либо идти на вокзал. Вот такую я тут внутреннюю ощутила борьбу, как будто два человека во мне были. Один меня тянул туда, где спокойнее, где надежнее, где я получу образование до конца, либо вот неизвестно во что и куда и как, но зато то, о чем ты мечтала. Вот проверь себя, что ты из себя представляешь. Вот тогда, когда тебе казалось, что два дня хватит и немцев разобьете, и ты будешь победителем. Или вот сейчас, когда ничего не известно, когда говорят, ляжем костьми, Москву не отдадим. Вот готова ты на это или нет? Я пошла в комитет комсомола и сказала, что я иду в эту дивизию, ополченческая московская дивизия. И когда я встречаюсь с ребятами, я им всегда об этом говорю, вы знаете, вот оставались в Москве люди, которые официально не подлежали призыву. Их уже официально в армию уже не брали. Это были либо по возрасту не подходящие, там, начиная с 16 лет и до 60 не подходили. Либо больные, либо снятые вообще с учета уже, с военного, или по какому-то своей работе не подлежащие призыву в армию. И в течение двух дней просто так, просто по одному только вот такому слову, что надо идти на защиту Родины и Москвы, собралось 11 тысяч человек. 11 тысяч за два дня. Вот тишина всегда бывает такая, когда я это говорю, а потом я говорю, ну а теперь вот подумайте, вот вдруг бы сейчас что-нибудь подобное случилось? Как вы думаете, могло ли так вот тоже, так же получиться? Молчат. Я говорю, а я думаю, что даже и 11 человек бы вряд ли пришли бы за это время. Ну вот, вот так началась моя уже другая совершенно жизнь. Я дома пока ничего не сказала. Пошла своим этим направлением по адресу, который там был. Ну, прихожу, показываю свои эти самые заслуги. А мне говорят, ну, медиков у нас много, к нам приходит много всяких медицинских работников. А вот в разведку не хочешь? Ой, хочу. Ну вот. И вот они меня. Командир этой разведки взял меня, пойдем, так положил на плечо мне руку. А они их портировали в какой-то школе. Сейчас я уже не помню, знаю только, что это было в переулке около метро Аэрофлот. Аэропорт. Вот. И там, значит, школа была, которую, конечно, опустошили, уже уехали все. И в этой школе располагалась вот эта вот собранная дивизия. И он меня так завел в комнату. И там, смотрю, еще, значит, несколько девчушек, таких, как я. А он говорит, ну вот, Наташа, вот теперь это твоя семья до самого конца войны. А у нас так. Это уже семья. И теперь, что бы ни случилось с твоим другом, товарищем, ты сам погибни, но его не оставь. Даже тело не оставляй никогда на погибель врагу. Так у меня эти слова зашли глубоко. Вот. Я так посмотрела на него и подумала, я сможешь или нет? Думаю, смогу. Как раз вот с левой стороны от нас сражались вот эти знаменитые 28 бессмертных. А к нам остатки танков, которых они оттуда прогнали, они шли, значит, сюда и должны были с нами сражаться. И всех, кто были, всех приказ был вот он такой. Все до одного поднимаются, идут на рубежи. Ну, наш командир пытался там, пытался объяснить, что мы приезжие, мы разведку проводили, никто ничего не слушает, нужен каждый человек. И, в общем, все должны пойти туда. Нас построили в виде такого вот четырехугольника на площади этой сельской. Мы так вот, такой цепочкой стояли. И в это время там из какого-то дома вышло три человека. И один из них, видно, самый старший, генерал. Они прошли так. И в наш этот четырехугольничек зашли. И он начал с этого конца, этот генерал начал. И так идёт и говорит, что вот деваться некуда. Вот это наше. Либо мы победим, либо мы погибнем. У нас другого выхода нет. За нами Москва, как вы знаете. Значит, всё. Либо мы тут побеждаем, либо, значит, остаёмся здесь. И вот он так потихонечку обходит вот это вот каре наше. И доходит. А мы последние, потому что мы посторонние были. Мы к ним, значит, с этой стороны примкнули. И стоим такие довольно унылые. Он так прошёл, подходит так, потом так ко мне подходит. А меня обычно вообще, сколько мы там не были, вот шли по деревням. Иногда женщин там выходили. Нас так крестили даже иногда. Вот крестом благословляли как бы на бой. А на меня всегда считали, что ой, да какой маленький, какой молоденький солдатик. Я у них была всё равно как мальчишка всегда. Подходит ко мне и так, ну, девушка говорит. Я говорю, да. Он что, санитарка? А я почему-то такой очень обиделась. Почему санитарка? Я говорю, нет, я доброволец. Он говорит, ну, хорошо, что доброволец. А тут ребята начали ему говорить, что ой, вы знаете, она сейчас только подвиг такой совершила, товарища вызвала, вытащила. Но он говорит, да. Вот так взял мне на плечо, руку положил и повёл меня. Думаю, куда он меня ведёт ещё. А он меня взял и в самую середину этого каре поставил, так вот, и стоит рядом. И говорит, ну вот, ребята, вот видите, кто с вами будет? Вот чтобы вам было бы стыдно, если кто-нибудь из вас дрогнет, если у кого-нибудь из вас появится желание как-то спрятаться или куда-то. Вот эта девчушка, вот эта я худенькая волосой, вот эта девчушка будет с мамой. И всегда вместе, за весь свой бой она будет с вами. И вот пускай вам будет стыдно, если вот что-то у вас вдруг появится, какое-то желание куда-то спрятаться. И вот он потом так наклонился и говорит, спасибо тебе, доченька. Я прямо чуть не расплакалась тут прямо от радости даже. И как будто бы мне такое впечатление, что вдруг вся моя слабость, вся моя усталость, всё, что я вот думала, что только-только мне лечь и больше ничего не осталось. И вдруг я действительно вся как будто наполнилась каким-то новым таким подъёмом. Ну и тут нас поставили уже прямо на рубеж встречать эти танки, которые должны были в этот самый наш уже напасть на нас. Ну вот, подождали немножко совсем. Потом слышим рёв страшный. Потом увидели, что идёт что-то, но я не знаю, может быть, мне что-то показалось. Но мне такое впечатление было, что целый дом, что на нас идёт буквально дом такой ревущий, страшный. Думаю, ну всё, а нас ещё учили. Вот когда танки будут подходить, они большие, вы сразу в эти окопы ныряете. Они обычно перепрыгивают, идут дальше, а вы им в спину гранаты. Ну какой там наши эти гранаты в этих домах, в эти страшные домах. Гранаты с зажигательной смесью, никакие-то там ещё интересные. Ну что, говорят, больше ничего нет у нас, больше ничего не было. Только вот эти зажигательные бутылки были в руках. Я так посмотрела, думаю, нет, лучше я никуда не буду ни в какой окоп ложиться, потому что он меня закопает. И потом мне действительно потом сказали, ну тут и другое что-то получилось вдруг. И вот этот дом идёт, идёт вот так вот, сейчас ему ещё немножко так развернуться, и прямо он будет расталкивать наши. Они подходили, когда к окопам эти танки вот так встанут посередине и начинают немножко это, танцевать вот так вот, как бы полируют своими этими. И они этими своими, этими концами совершенно всё в плоской проводят. И вот в последний момент уже, я думаю, никуда я не пойду. Пускай он меня такой, как есть, вот видит, пускай толчёт меня, как хочет. Ну ничего, я думаю, ладно, вот бутылку, может быть, брошу, а лазить никуда не буду. Что-то у меня закопает, я там буду лежать под землёй. И это последняя была у меня мысль. И вдруг этот танк, который должен был тут же развернуться в нашу сторону, останавливается. Потом, наверное, в это время они передавали команду. И танки эти получили команду идти в другую сторону. Они к нам не пошли, а прямо под прямым углом развернулись и пошли вперёд туда, на север прямо. Ну, потом нам объясняли, сказали, что их там очень здорово побили на предыдущем участке. А тут уже время к вечеру шло. И получили пойти на небольшой отдых эти танки свои обратно. То есть вот такое вот произошло тоже чудо для меня. Потому что тут борьбы, конечно, никакой бы не было. Было бы то, что он говорит. Либо погибнем, либо Москву. Не удержим. Мы бы, конечно, все здесь лежали под этими танками, потому что это страшилище было ужасное. В чем-то, в чем-то. Даже в чем-то. А